всем привет сегодня хотелось бы поговорить о подвесе вот такого типа этот подвес я делал сам он самодельный конечно есть что-то подобное производственное то есть различные фирмы вот нахолстовые какие-то компании выпускают такого плана аксессуары вот некоторые есть одеваются на трубочку такие буквы т но вот мне больше понравился вот такого плана подвес для катушек во-первых сюда можно одеть совершенно любые катушки я так думал до недавнего пока не купил катушки вот как вы видите с большим отверстием посредине но ничего страшного проблема с этими катушками тоже решена вот но стандартная катушка про хайр поводков сюда залазить ну то есть так скажем нахлыстовая поводочница вот во первых как ей можно пользоваться катушки как вы видите собираются по несколько штук ну вот у меня есть две катушки только во первых мы можем куда-то ее повесить на жилетку или какой-то подвес если мы пользуемся и у нас это дело будет висеть когда нам надо мы вытягиваем поводочек откусываем привязываем все то есть катушка катушки крутятся и одновременно плотно зажаты между двумя этими стопорами вот один белый и черный можно немножко расслабить и тогда крутится вообще благодаря длине я думаю вы понимаете катушек может быть огромное количество чтобы нижний стопор не слетел во первых многие делают как многие просто закидывают петля в петлю вот так вот центрируют вот и катушки где-то висят можно тоже также расслабить они также будут разматываться можно если нет возможности так завязать можно допустим здесь просто завязать банальный узел и тогда наш стопор не слетит никогда в жизни ну не так конечно как я это сделал можно более аккуратно все это сделать кстати нужно сказать что вот это шляпная резинка вот можно сюда вешать сколько угодно катушку то есть нижний стопор снимается катушки добавляются или наоборот снимаются как сделать повесить сюда вот такие большие катушки если стопор проваливается среднее отверстие конечно как один из вариантов можно повесить эти катушки ну что по ним так эксцентрично крутились они все равно будут крутиться никуда они не денутся как вариант может конечно вот сейчас я дену стопор и покажу то есть вот так вот просто зажимаем начинаем скручивать вы видите что все это дело крутится но как-то но не очень мне понравилось не очень интересно и красиво значит сейчас же нам нужно всего лишь один стопор можно два чтобы не потерять 2 но давайте я покажу с одним берем один белый стопор он более с большим у меня отверстие вот значит теперь была взята просто банально пробка шампанского сделан отрезок немножечко уже чем мои воде 4 катушки и 5 6 можно будет одеть на этот отрезок пробки вот здесь сколько сантиметр 2 наверное в центре просверлены отверстия на 5 миллиметров я сверлил одеваем катушки и вот сейчас естественно если мы сюда оденем с обратной стороны еще один стопор то понятное дело понятное дело все это просто славится у нас так что второй стопор и все равно работать не будет поэтому мы берем складываем на пополам и вот эту петельку просовываем в первый стопор беленький наш сейчас я поднесу к себе просуну вот он вылез ну и значит можно чтобы не развалилась все это конструкция чтобы не сорвалась случайно петлю закинуть в петлю то есть на карабин закинуть петлю прошу прощения вот вот все это дело висит мы поджали все это дело поджатое крути ну крутится мы ели ели нам надо отмотать поводочки потянулись топорок вверх все это дело раз разжалась раскрутила все на все спокойно крутится отмотали сколько нам нужно поводка нашего зажали стопор все это обратно у нас ну как вариант я еще в центр ставил вот кусочек кембрика одевал на резинку только для той простой причины так что на катушках вот здесь вот есть вырезы а вот я надеюсь они видны вам и иногда резинка попадает в эти вырезы и катушечка стопориться вот потом я обратил внимание если мы сильно отпускаем катушку то никуда она не денется она отлично крутится вот просто нас сильнее пустить сейчас хорошо держится так что кембрик внутри просто не нужен теперь давайте я думаю вы уже поняли конструкцию но тем не менее я все-таки расскажу вам ее немножко значит ну понятно два стопора вот это просто петля сделанная из шляпной резинки вот видите на немножко тянется покупается в любом швейном магазине и карабинчик у меня пластиковый карабинчик можно использовать вот такого плана карабинчик можно использовать вот такого вот плана карабинчик от сумочки с каким-то колечком может стать это тоже шляпная резинка можно использовать рыболовный карабинчик скажем вот с вертлюжком но вертлюжок нужен просто необходим потому что нося где-то на себе вот это все дело она будет крутиться и если вертлюжка не будет то все это нас будет вот так вот запутана закручена и в итоге будет цену мешать нам будет вот вертлюжок довольно таки часто так скажем спасает нас а потом что крови ну вот в этот карабин он крутящийся можно его использовать но как-то вот мне захотелось пластиковый я купил тоже в швейном магазине там же где покупал вот эту резинку там же купил и карабины эти они вообще какие-то копейки стоит но одно что многие из них ломаются вот наверное из пяти купленных карабинов два только оказались живыми потом что в карабине вот здесь внутри там где выходит сам крепится карабин я взял ножик старый и расплавил крепление во первых он перестал вылетать это раз во вторых там стало оказалось больше пространства для того чтобы туда закрепить резинку резинку можно было банально завязать узелком вот я взял кусочки жести у меня специальный обжим есть для разъемов электрических и вот очень аккуратно красиво так вот обжал можно было взять вязальную ниточку и ниточкой все это дело обмотать и промазать лаком было бы не хуже я думаю ну собственно говоря вот вся конструкция стоит вообще к 5 копеек делается совершенно элементарно но и вот эти вот стопоры можно взять такие можно взять вот такие вот бочонки такие овальные что по моему даже немножечко может быть лучше а вот даже я хочу посмотреть вот эти бочонки провалится ли да наверно все таки будут проваливаться ну и да еще как вариант хотелось показать вот такой вот крепеж у меня честно скажу самого была идея сделать что-то подобное потому что как раз таки вот но это крепеж моего рюкзака сидит значит как-то один день я сидел и думаю вот надо мне на куртку мою на грудь сделать что-то подобное то есть да или на лямку на вейдерсы то есть сделать такой хомутик на лямку и чтоб туда липучки оп вот это вот конструкция крепилась то есть чтобы она не висела а вот так вот если катушки у нас там две-три будут висеть вот на шляпка идет вейдерсов и тут резинка с катушками будет так вот висеть очень даже удобно то есть небольшая толщина вот такая вот мы смотрим так вот взяли нужное нам отмотали очень удобно я вот думал думал конечно рассматривал интернет картинки как раз таки в этот же день в этот же день мне мой заказ приходит то есть магазине рыболов мастер мне позвонили говорят приходи забирай пришел твой рюкзак вот я пришел забрал рюкзак и собственно говоря в рюкзаке оказалось вот это вот крепление поэтому вы понимаете что как она работает на резинку это тоже шляпная резинка кусочек какой-то кожи или что это я не знаю но что-то такое очень на кожу смахивающий может какая-то синтетика и здесь липучка пришита резинка здесь тоже обшита какой-то не с таким то уплотнителем чтобы она так легко сходилась и вот здесь вот одевается стопорок мы катушки стопорем они нас точно также крутятся мы сматываем все это дело крепится на рюкзак можно на какую-то другую лямку придумать вот как вариант тоже можно у меня тоже как раз таки крутилась что-то в голове подобное но рюкзак пришел раньше вот ну и давайте мы попробуем одеть сюда эти катушки но эти катушки я вам скажу вот видите они будут слетать эти катушки сюда можно одеть только при одном условии что у нас будет примерно вот такая шайба эту шайбу я заранее вырезал но забыл переснить съемкой видео подгору взять их она лежала в другом месте значит мы одеваем катушки мы одеваем наверх шайбу кстати вот тоже мы сюда вот было бы не лишним одеть вот эту пробку потом покажу почему сейчас пропихну вот одеваем пробку одеваем шайбу и вот сейчас поджимаем все это стопором вот сейчас все это будет держаться и очень даже хорошо работать для чего пробку во первых у катушек тоже есть здесь прорези и если пробки не будет то катушка будет ерзать вот я вам покажу ерзать и резинка будет в эти прорези попадать и стопориться а пробка центрирует также если мы не будем одевать пробку ну как шайб втулку такую то вы видите что катушки тоже будут эксцентрично работать если не будет прыгать вот так что все-таки пробочка нужно ну или я вам скажу что можно сюда взять вместо пробки если вы не хотите возьмите старой сумки вот такой вот маленький стопорочек если у вас такие большие катушки одели вы видите что стопорок этот будет делать то же самое то есть вот внутри хоть он немножко такой неравномерно но тем не менее он будет как-то центрировать все-таки наши катушки ну собственно говоря вот все что я хотел рассказать я рассказал делается как вы понимаете что одно что второе совершенно элементарно вот и очень удобно носить где-то с собой поводки все всем спасибо за внимание кстати да забыл сказать что внутри можно было место пробки использовать тоже еще один стопор такой кругленький но к сожалению мне просто напросто нету можно пойти в швейный магазин подобрать но я уже поленился ходить я взял пробку которая была дома шампанского и вырезал все всем спасибо за внимание